Ульяновская правда Ульяновская правда Это назначение Ну любое назначение всегда Часть удивления в себе содержит Но на самом деле Работа Надо работу делать Вот теперь такую Хорошо Вы возглавили огромный социальный блок Какие отрасли Вы будете курировать Теперь? Ну теперь все что относится к социальному благополучию Это сфера моих интересов Образование понятно Здравоохранение То что входит сейчас в состав Министерства здравоохранения Это социальная защита Спорт, физическая культура Культура И искусство, культурная политика Это развитие трудовых ресурсов То что мы называем Развитием человеческого потенциала Ну это очень много на самом деле И вот вы спросили Удивила ли Скорее задача Конечно по-человечески По-женски напугала Потому что это очень много Я понимаю Что это в общем честь большая И такое доверие Со стороны губернатора Но и понимаю Груз ответственности Который за этим идет И в этом смысле Радужных перспектив Каких-то себе не рисую Понимаю Что тут работы Еще больше Чем ее было до того Ну получается Вот вы до этого Курировали там Культуру, образование Прежде всего А теперь придется Вникать еще и в здравоохранение В спорт Вы как вот разбираетесь В этих вопросах Или у вас будут Хорошие надежные помощники Ну вы правильно обозначили Что хорошие надежные помощники И хорошие слаженные команды Министерств Всех по отдельным отраслям Это первый залог того Что дело будет идти Сказать, что вообще Не знаю про это ничего Это тоже неправда Потому что у нас Очень много Межотраслевого взаимодействия Было налажено И в предыдущей сфере Моей деятельности Причем по всем направлениям И очень много Смежных вопросов Которые приходилось Уже совместно решать Вот эта практика Совместного решения вопросов Наверное Она сейчас Хороший груз Которым можно заходить На эту тему Все что касается Остального Ну Непреложные правила Не получается только Того кто ничего не делает А дальше с хорошим составом Ведомств Где очень много Профессиональных И талантливых людей И креативных людей Я думаю Что самое главное Настроить диалог И самое главное Четко держать нос по ветру Федеральные повестки Региональные повестки Того что нужно Для развития региона И собственно говоря У нас нет права На неудачу Но в приоритете Будет оставаться Наверное Образование Или нет А ну понимаете как Оно не у меня в приоритете Оно вообще в приоритете Мы про какую бы отрасль Не говорили Мы всегда придем к тому Что начинать нужно С системы образования Причем и касаемо Соцсферы И касаемо Сферы Экономики И касаемо Реального сектора экономики Сельского хозяйства И так далее Все начинается С подготовки кадров И на сегодняшний день Мы говорим С ранней ориентацией На будущую профессию На будущее Вообще Направление Как мы будем жить Что будет формироваться У нас здесь Как региональная повестка дня Поэтому Сказать что Вот у меня останется образование Нет Оно в принципе Как есть Так и будет Посмотрите на План и проект бюджета 2017 года Когда там Более 30% На сферу образования Регионального бюджета Отводится То мы понимаем Где приоритет у региона В этом смысле Наши задачи Все социальные отрасли Это приоритет удерживать И развивать В каждой отрасли В равных количествах В равной степени Ну вот Ваша должность Звучит Что вы Заместитель Первый заместитель Председателя Правительства И отвечаете За развитие Человеческого потенциала Это направление Новое Для нашего региона И вообще В чем заключается Его специфика И вообще Была такая Состояла Необходимость Зачем Вот Формирование Нового тренда Такого Ну давайте Так скажем Это не совсем Новый тренд Во-первых Губернатор об этом Говорит давно И устойчиво То что Должность Именуется Теперь так Ну не как В других Например Региональных Правительствах Это опять-таки Обозначение Главного вектора Направления Всей региональной Политики В принципе Потому что На сегодняшний день Мы уже Наверное Никого Не осталось Сомневающегося Нас губернатор В этом Очень долгое время Убеждал Что наш Главный ресурс Это люди Это то что В конкретном Человеке заложено То как мы Дадим возможность Раскрыться Его потенциалу То как этот Потенциал Будет потом Служить Нашей С вами Родине Вот Такой Подход Обозначенный Повторюсь Не сегодня А там Достаточное Количество Времени Назад Это как раз Таки Федеральная И региональная Повестка И вот этот Тренд Ульяновская Родина Талантов Он тоже Судя Вписывается И все Что связано С инвестиционными Грандиозными Проектами И лидерскому Положению Региона Как региона С большим Привлечением Инвестиций Это тоже В эту повестку Вкладывается И то что Мы рассматриваем На сегодняшний день Как топ 50 Профессий Которые будут Востребованы Через 3-5-15 лет И это перестройка Вообще всей системы И образования И не только Образования Соцсферы Это тоже В эту повестку Мы на сегодняшний день Оказываемся Ну свидетелями Мы уже видим Как какие-то Профессии уходят Какие-то приходят Им на смену И на сегодняшний день Востребованность В человеке Который просто умеет Даже очень хорошо Делать механическое действие Становится все меньше И меньше Сегодня запрос На умного сотрудника Причем Не важно где На предприятии В организации В управлении Сотрудник Который готов К решению Открытых задач А это значит Что обучение Совершенствование Мобильность В своих интересах Должна идти Через всю Жизнь человеческую От рождения И до Ее достойного Завершения Поэтому В таком Обозначении Должности Как раз И заложен Основной Идеологический Посыл Все на самом деле Должно быть Нацелено На то Как конкретный Человек Должен Раскрывать Свой потенциал Свои возможности На территории Конкретного региона Мне кажется Все очень логично Екатерина Владимировна Вот На чем Вы будете Расставлять Акценты В своей Работе На новом посту Ну Есть три По большому Все-таки Грандиозных Задачи Серьезных Системных Направлений На котором Нужно Концентрировать На мой взгляд Внимание Первое Это все Что связано С демографической Ситуацией И очень много Составляющих В этом Большом векторе И очень много Индикативов Показателей Которым Нужно идти И которые Отражаются На реальной жизни Населения Вложены В это направление Второе Очень важный Момент То о котором Вы сейчас Говорили Это развитие Человеческого Потенциала То есть Сохранение Сбережения Нации И второе Это раскрытие И приложение Потенциала Там где ты Живешь Там где ты Продолжаешь Свою жизнь А третье Очень важное Направление Это сохранение Развития Социальной Инфраструктуры Касаемо Всей сферы Серьезная Требующая Больших вложений Требующие И нестандартных Подходов В том числе Много на этом Поприще Делается Но еще Больше хочется Чтобы произошло Для того Чтобы это Мог почувствовать Ну буквально Каждый Живущий В нашей Ульяновской области Сегодня у нас В студии Павзия Рашидовна Вы давно Работаете В сфере Образования И тесно Взаимодействовали С Екатериной Владимировной Как вы Оцениваете Новое Назначение Екатерины Владимировны Ну если Позвольте Я все-таки Наверное Начну С грустной Ноты Я хочу С грустной Ноты Начать Хотя мне Все запрещают Об этом Говорить Но То что Екатерина Владимировна Будет Назначена В правительство Вообще Как бы Эти разговоры Среди Педагогической Общественности Конечно Ходили Мы прекрасно Понимали Что человек Имеет Такой потенциал Толст Расти дальше И должен Наверное Решать Ну скажем Так Более Большее Количество Вопросов То что Ну так Получилось Что Она ушла С должности Министра Образования Науки Ульяновской Области Наверное Скажу За все Греческое Сообщество Было Воспринято С очень Большую Грузию Почему Ну С ней Было Очень Комфортно Работаться По-человечески Комфортно Было Работаться С ней Было Очень Профессионально Работаться Потому что Все Те вопросы Которые Ставились Например Руководителями Образовательных Организаций Все Те вопросы Которые Ставились На уровне Скажем Педагогической Палаты Были Встречи Достаточно Много Решалось Все Очень Профессионально И Понимаете До каждой Запятой До каждой Точки То есть На каждый Вопрос Был Ответ С ней Было Надежно После того Когда мы Узнали Что она От нас Не уходит Она Действительно От нас Не уходит Значит Доглашена Работать В правительстве Назначена Работать В правительстве Знаете Я думаю Получится Я сейчас Вот как бы Два момента Проговорю И Еще раз Буквально Позавчера Когда были В командировке Я еще раз Убедилась Что человек В теме Человек Нас Не покинет И будет Так же Все комфортно Когда Впервые С Екатериной Владимировной Познакомились Но может быть Не совсем В теме Она была Развитие Профессионального Образования Мы это Почувствовали И человек Никогда Не скрывал Что она Не знает Вот для меня Это знаете Очень значимо Не надо Скрывать Того Что ты Ничего Не знаешь Человек Должен учиться Наверное Всю жизнь Правильно И вот вместе С нами Мы вместе С ней Мы изучали Профессиональное Образование Были совместные Командировки И мы многому Научились Самое главное Это все Не осталось На словах Сейчас все Это в деле Это и дуальная Система образования Это и Наш Межрегиональный Центр Компетенции Да И много Многое другое Понимаете Это все Уже в действии И В том числе Благодаря Екатерину Владимировну Потому что Это надо было Все продвигать Это надо было Все показывать И доказывать Что нам Эту региону Надо Буквально На днях Мы были с ней В командировке Екатерина Бурых Маленький пример Приведу Были Было очень много Делегаций Не помню Какое количество Людей Но были все Представители Уральского И Приложского Федеральных Округов Во главе Этих делегаций Были Министры Были Наверное Представители Правительства И вот Маленький пример Она не видела Я просто сидела За ее спиной Она единственная Кто записывал И делал запись И вот сегодня Когда Екатерина Владимировна Вступает Я ее слушаю Вот те задачи Которые были Уже поставлены Там На этом совещании Это было Такое серьезное Совещание В нем Принимало участие Заместитель Представитель Правительства Российской Федерации Было руководство Правительства Российской Федерации Было руководство Министерства Образования Российской Федерации И те новые задачи Может быть Не совсем новые Они Знаете Как-то В новом Ракурсе Они были Как бы Определены Вот сегодня Я уже услышала Что эти задачи Уже будут Реализовываться У нас в регионе Я думаю Нет Я не то что Я уверена Что у нее Все получится Спасибо Получится Потому что Во-первых Сам человек Вот такой Идущий А дорогу Оселит Действительно Идущий Она идущая Вперед Самое главное Чтобы с региона Не уехал Вот такое Опросение Тоже есть Почему-то Вот А мы рядом Мы рядом Чем сможем Тем поможем Потому что Есть уже команда Есть огромная команда Единомышленников Которые ее понимают Которые ее слышат И конечно Которые ее поддержат Во всем То что здравоохранение То что спорт Но я уже По-моему На этот вопрос Ответила Да Не зная Профессиональное образование Она я думаю Лучше нам Теперь профессиональное образование На сегодняшний день Знает И знает Как его двигать Поэтому С грустью Душе Но я поздравляю Екатерину Владимировну Что она введена В состав правительства Нашей Ульяновской области Спасибо большое На самом деле Это действительно Очень большая Очень большая Сегодня Команда Единомышленников И мне правда С ними не страшно Поэтому вот Сейчас вопрос Вопрос интеграции И так-то мы Все время пытались Как бы Идти на контакты А сейчас вопрос Интеграции Системы образования Во всю соцсферу И Мне кажется Это очень логично На самом деле Фавзия Рашидовна Еще один вопрос Вам Какие первостепенные Задачи Сегодня стоят Перед образованием На что стоит Обратить внимание В первую очередь Мне даже сложно Ответить на этот вопрос Но задач Достаточно много Перед Всей системой Образования То что касается Профессионального Образования Задач много Действительно много Я даже не знаю Какие задач Сейчас Поставить В первую очередь Но я думаю Самая основная Задача Самая основная Проблема Это Соединение Наверное Бизнес-структур Образования И подготовка Специалистов Именно нового Поколения Думающих Специалистов Умных Специалистов Которые будут Востребованы Для нашего региона Это вот То что касается Профессионального Образования Задача Развития Наверное Профориентации Наших школьников Заточка наших Не только школьников Потому что Все-таки Я придерживаюсь Что Наверное Профориентацию Надо проводить Уже с детского Сада Это моя Принципиальная Позиция Я считаю Именно оттуда Надо начинать Именно Привить Здесь слово Не подходящее А показать детям Весь спектр Того Что у нас Есть в регионе Какие Рабочие профессии Какие Специальности Дальше Это системная Планомерная Работа Переход на Школу И дальше В самой системе Профообразование Чуть-чуть Рядом Только таким Образом Поэтому Вся сфера Екатерина Владимировна В том числе И социальная Сфера образования Уже мы состыковались Мы точки соприкосновения Наши ушли А про всех остальных Здравоохранению Спорт Скажем Просто повезло Вот в этом плане Мне кажется Что вот сейчас Посмотрели В самую глубь На самом деле На сегодняшний день Идет другое понимание Функции образования Сегодня вообще В принципе Все на другое понимание Настроено Сегодня мы уже Научились задавать Себе вопрос Каков конечный продукт Каков конечный результат Мы что хотим В конечном итоге получить И поэтому Все о чем Сегодня говорил С профориентацией В детском саду И выстраивание Все системы Под то Чтобы человек Себя комфортно Чувствовал В постоянно Меняющемся мире И профессионально Был готов К тому Чтобы в этом Мире Развиваться Жить Обеспечивать Свою семью Радоваться тому Что у нас Такое культурное Пространство Быть здоровым Вот это все На сегодняшний день И есть главный Приоритет В системе образования И в этом смысле Собственно Есть Понятно Четыре Такие центробежные силы Которые направлены На одно Вот проговорили уже Это Бизнес Проговорили уже Про власть Это наука И это образование И когда все это Вместе сходится То собственно Говоря Мы получаем тот Результат О котором Все хотим Процветающий регион Спасибо У нас в студии Еще один спикер Светлана Валентиновна Нагаткина Она представитель Культурной отрасли Вот Конечно Вопрос Касается Культуры Что ждут Деятели Культуры От назначения Екатерины Владимировны На пост Первого заместителя Председателя Правительства Спасибо за вопрос Я конечно Представляю сферу Культуры Но прежде всего Я библиотекарь И возглавляю Научную библиотеку Поэтому Хочу прежде всего Поздравить тоже Екатерину Владимировну И сказать ей Огромное спасибо Потому что Вот тоже предысторию Если в сотрудничестве С ней В общем-то Наша библиотека Приобрела Достаточно Хорошие Такие знаковые фигуры Например Мы подружились С ассоциацией Учителей Русского языка И литературы Нашей региональной Григорченко Ирина Александровна Это дал толчок Федеральная Сюда приехала Человек Возглавляющий Эту ассоциацию Дудова Людмила Васильевна Мы сейчас Ее ждем На карамзинские чтения Потому что Мы все Практически Вместе с образованием Любили Мне кажется Всю страну В имя карамзина То есть Вот мы Прошлый год Год литературы Праздновали Проводили вместе Рука об руку С образованием Понимаете Без них Мы бы ничего не смогли То есть Каждый наш выход Каждое наше мероприятие Будь то библиотека Музей Театр Все в содружестве С образованием Мы друг без друга Никуда Поэтому Я думаю Что И назначение Вот Екатерины Владимировны Даст нам Новый виток развития В культуре Это будет Ну нам проще Будет договориться Опять же С тем же Я не знаю Спортом С бизнесом Я думаю Что благодаря ей У нас это получится Потому что она Человек гибкий Умный И всегда к нам Прислушивается Вот к ней Это человек К которому всегда Легко подойти Высказать то Что ты хочешь И она говорит Сделай вот так Вот так И вот так И это всегда бывает В общем-то Конечный результат Всегда Налицо Хороший Спасибо Екатерина Владимировна Ну и теперь Вам еще вопрос Каким требованиям Должно отвечать Новое правительство Которое сейчас Создается у нас В Ульяновской области Ну вопрос Наверное Нужно задать Губернатору В первую очередь Но мне кажется Есть одно слово Которое очень много Вмещает в себя Оно Сегодня на слуху И совершенно понятно Эффективность При наименьших Финансовых затратах И наибольших Интеллектуальных Организационных затратах Выдать наилучший результат Если правительство Сработается Что это будет получаться Значит оно будет эффективным Значит действительно Это то что нужно Если нет Ну значит будем искать Другие подходы Итак Ваши первые шаги На новом посту Ну сейчас очень важно Чтобы мы Внимательно посмотрели На бюджет С семнадцатого года В первом чтении Он прошел Основные параметры Определены И мы понимаем Что мы оттягиваем На себя социальной сферой Наибольшую Львиную долю бюджета И в этом смысле Ответственность за каждый Потраченный рубль Она кратно возрастает И в этом проекте Так скажем Есть понимание Как мы закрываем Текущие проблемы Есть понимание По каким векторам Надо развиваться Но не на все На сегодняшний день У нас хватает Понимания Как это сделать И конечно мы смотрим И ко второму чтению А скорее там уже По процессе исполнения бюджета Какие-то корректировки будут И сейчас очень важно Понять в каком направлении Что нам нужно иметь ввиду Ну например Есть двухгодичные контракты Которые мы начали И которые однозначно Нужно завершать И мы должны предусматривать На это средства Есть какие-то Договоренности Есть уже Выигранные конкурсы С федеральным Предположим Правительством И нужно понимать Как мы заходим На новые объекты Что мы здесь делаем Плюс к тому Нужно обязательно смотреть Чтобы в приоритете Оставались те проекты Которые позволяют нам Вовлечь в осуществление Наших желаний Не только Так скажем Властной структуры Но и само население Но такой проект Например Как инициативы В селе Народные инициативы По например Ремонту Большому Дому в культуру Который в этом году У нас начался Вот сегодня Это первостепенная задача Четко понимать Все ли мы предусмотрели Все ли мы учли Поскольку Вот желаний всегда больше Это нормально Правильно ли мы расставили Приоритеты По которым мы будем Двигаться дальше Ну и создать Некую Мобильную Такую Я не знаю Группу Которая Постоянно была бы Так скажем На контроле И отслеживала бы Действительно ли Это правильный путь Или нет Дальше уже будет По обстоятельствам И то что касается Сочетания планов Всех наших ведомств Со стратегиями Со стратегическими документами Ульяновской области Дальше Нам собственно говоря Все проговорил Губернатор В своем Инаугурационном послании Основные направления Насколько мы Готовы К осуществлению И к исполнению Для того чтобы Идти по пути Обозначенному Нашим Лидерам Вот то что мы сейчас делаем И это первые шаги И они сегодня важнее Чем все остальное Спасибо большое Что пришли к нам в студию Желаем вам успехов Спасибо До свидания До новых встреч Спасибо Спасибо Субтитры создавал DimaTorzok